Абхазия независимого этнического происхождения. Мы все, граждане Абхазии, мы все являемся в политическом смысле абхазцами. То есть мы нации абхазские в политическом смысле разного этнического происхождения. Это наше общее государство, завоеванное нашим общим усилием. Мы сегодня должны сделать все возможное, чтобы она получила новый импульс в развитии, в качестве независимого государства. Я на этом, скорее всего... Спасибо, Горгий Ромдетович. Кто-то хочет добавить? Спасибо за внимание, пожалуйста. Может, вопросы есть? Это же первая конференция вашего комитета. Немножко подробнее про комитет кто-нибудь расскажите. Давай сейчас, вот так по слову каждый передает. Выражаемые журналисты, очень рады с вами сегодня общаться. Я хочу сказать вам комплимент тоже, что в такое непростое время вы свою задачу выполняете, информируете общество о происходящем. Большое спасибо вам за это. И вы также являетесь составной частью и, может быть, даже основной, авангардной частью гражданского общества. Поэтому вот мы постоянно хотим с вами общаться, все свои планы сверять с вами и информировать общество о наших планах и задумках. Ну, вы знаете, что пиццинские события стали детонатором таким общественным, очень серьезным, когда мы даже поинтересовались, сколько общественно-политических деятелей высказали свое мнение по этому поводу. И вот свою озабоченность и, так сказать, видение свое, что отчуждать землю в пиццундах нельзя и надо пересматривать это соглашение, выступило около ста человек по нашим подсчетам. Мы в лицах вот конкретно посчитали, и только 10 или 12 там человек общественно-политических выступило против. И поэтому мы, когда объявляли о том, что мы начинаем кампанию по суверенитету, наверное, тогда интуитивно еще почувствовали, что какие заложены мины, какие заложены опасности в такого рода соглашениях. Потому что сейчас вот после встречи женщин с наших ветеранов, с послом, где было сказано, что это фактически является пиццунское соглашение, является лакмусовой бумажкой, за которой последует еще 16-18 объектов. Это инфраструктурные объекты, это земельные участки в разной площади. И что вот по этой же схеме будет решаться вопрос собственности, недвижимости, и недвижимости на землю, и то есть вот такие вопросы. Естественно, нас, общество не могло не взволновать. И в течение... ...люди стали очень часто к нам обращаться, обращаться к нам и в наш офис, и лично к нам, выражать свою обеспокоенность, говорить о том, что нам нужно разъяснить, что происходит и какие опасности, какие вызовы могут последовать за этими событиями. И мы в связи с этим приняли решение все-таки, наверное, было бы правильно собрать всех, обратиться к всем, кто, общественно-политическим деятелям, кто выступал по этому поводу. Через... Вот сейчас мы даем пресс-конференцию, через неделю ориентировочно, значит, мы точную дату, когда определимся с помещением, скажем, собрать их и спросить вообще, а что делать дальше? Какую выработать повестку, которая бы нас направила в дальнейшем, да? Чтобы... И здесь, естественно, обсуждая вот эти все вопросы, вот с Гурамом Дзетовичем, мы... Он очень, так сказать, ярко и... Ну, емко объяснил свою позицию, в которой мы хотим и обсудить и эту... Почему так происходит? Почему у нас такие... Во-первых, такие глобальные вопросы, да, решаются без общественного такого обсуждения, общественного решения, да, первым долгом. И почему они не решаются в интересах именно общества, абхазского народа? Значит, какие системные проблемы у нас существуют в этом? И вот мы хотим, собрав, уже обсудить, уже более, так сказать, предметно, сделать доклады, сделать, значит, выступления. И, пользуясь сегодняшней, значит, площадкой, мы хотим пригласить всех вот на это собрание, да. То есть мы инициируем такое собрание и всех попытаемся, так сказать, обзвонить, пригласить на это собрание, всех, те, которые, так сказать, вот так вот ярко высказали свою позицию, и те, кто за, и те, кто против, всех пригласить на общее собрание, на котором обсудить эти проблемы. И в дальнейшем я считаю, что, естественно, такие значимые, такие судьбоносные вопросы нужно обсуждать, нужно создать систему, при котором во всех районах идет откровенное обсуждение, какие у нас плюсы, какие у нас минусы, что нам дает в этом случае, да. Я поэтому сейчас не хотел бы давать сразу оценки, но вот наша беспокойность вызвана в большей степени тем, что мы считаем, что по такой схеме, как сегодня запускается это соглашение, где не учитаны национальные интересы афгазского народа, где нарушается и наша конституция, и наши законы, по такой схеме, если мы там 16-18 объектов, о которых было объявлено, отдадим, то мы потеряем свою субъектность. Мы не сможем вообще дальше уже сами решать свою судьбу. Мы потеряем контроль над собственной судьбой, над судьбой абхазского народа. И народ всегда должен иметь контроль над своим будущим, он должен иметь рычаги, а лишение экономической базы народа, то есть это лучших земель, инфраструктуры и так далее, это фактически лишение абхазского народа контроля за своим будущим. Мы теряем свою субъектность, свой суверенитет, и поэтому мы очень этим, так сказать, все вот эти вопросы для нас болезненные, и вот весь смысл нашей сегодняшней пресс-конференции заключается в том, что мы хотим пригласить всех обсудить вот эти судьбоносные проблемы. Спасибо большое. Олег, может, если есть вопросы с участниками? Я думаю, еще по кругу, да. Если мы недолго это все сделаем, нормально, ну нормально. Костяк, комитет, который мы организовали. Комитет, ну это общественная компания, комитет, ну это организационный, значит, комитет, в него вошли общественные деятели, его поддержали и политические партии, и оппозиционные политические партии, и общественные организации, и вот группа депутатов, экс-6 созыва, и это оказался такой неформальный, так сказать, сбор людей, где в офис приходят все различные, совершенно различные политические организации, представители и так далее, идет такое вот живое общение, обсуждение. Но активистами вот мы решили представить этих наших активистов, поэтому вот они здесь, да, у нас широкий круг активистов, да, и у нас это все происходит неформально, то есть нету формализованного там кто-то, руководитель, председатель, там и так далее. Мы как бы вот имеем равные права в... Я тоже скажу, что... Да, да. Можете несколько хотя бы назвать, какие представители каких партий, каких организаций у вас... Вы так в общем сказали, что есть представители партии, ну, каких организаций у вас... Ну, вот, ну, те все оппозиционные, все оппозиционные, как бы присылают своих представителей... Ветератские... Ветератские... Ветератские, да, ну, все из Наруа... Абаш нет... Абаш они не видели пока представители... Айяйра, Айяйра, АМД, Айгылара... Вот мы, депутаты 6-го созыва, мы же тоже будем презентовать организацию... Я бы сказал, не все... Не только оппозиционные... Не только оппозиционные... Очень много людей, которые поддерживают дневническую власть, скажем, всегда... Ну, я представляю Абхазскую национальную конференцию, мы не оппозиционные, не провластные, это нейтральное такое научное общество... Таких очень много. То есть, ну, мы можем... Не сегодня, допустим, сейчас вот никто не ввел учет кто, где, там конкретно... Очень много широкий круг людей, и мы вот собираемся делать такое собрание, и там все будет видно. Да, и... Ну, все, кого волнует эта тема, ну, тема, о которой мы сегодня сказали, мы всех приглашаем, хотим выслушать все точки зрения, и я думаю, что мы создали такую атмосферу у нас, где всех выслушиваем, все точки зрения, и... И даже поэтов. Да. Именно поэты иногда часто решали, что до Абхазии мы стали забывать об этом. Да, да. К сожалению, мы стали забывать об этом. Ну, я, как бы, в продолжении темы об организации движения защиты и суверитета Абхазии, вообще, это как-то, знаете, вот так спонтанно, потому что, когда то, чем ты болеешь и то, чем ты живешь, это, понимаете, не требует каких-то организационных моментов. Ты собираешься по сути своей, я бы не могу сказать, что это интересом, это потому, что тебя очень тревожит. Вот здесь всех присутствующих тема, связанная с Пиццундой, а в дальнейшем, как развивались все события, просто это, знаете, как уже, то есть, ты уже не понимаешь, для чего, что дальше. Вот ты, когда слышишь, то, что происходит, то, что делает руководство страны, ты понимаешь, что надо что-то сделать. И, конечно, речь идет не потому, что, вот спрашивают, ну, давай ты пойдешь, или ты, нет, мы все должны туда прийти, как бы к единому мнению, и вот, что Гурам Джотович говорит, мы уже стали, вот обсуждая возможность такого объединения, мы говорим уже о национальных приоритетах, о национальной концепции, потому что на протяжении, практически, послевоенного периода, у нас идея создания вот национальных каких-то идей, мыслей, возрождения государства напрочь отсутствует. Но, это как бы такая вступительная часть. Я сейчас немножко, если коллеги меня пусть простят, я всегда стараюсь выступать очень достаточно радикально, я сейчас выступлю, может, кому-то не понравится, но я скажу свою точку зрения. У меня вообще, я хочу предъявить претензию, и я вот сейчас напрямую, даже общаясь с вами, буду обращаться к руководству страны, и абсолютно мне, честно говоря, я не боюсь, кроме, как говорится, божьей кары. Ну, вот я хочу сказать следующее. У меня претензия одна. Вот когда мы пишем на страницах Фейсбука, интернета, там, пространство, и возмущаемся, почему посл себе позволяет такие вещи, и обвиняем посла. А я хочу сказать, товарищи, друзья, мы не имеем права ему ничего говорить. Если такую риторику допускает наше руководство, значит, мы того заслужили. Вообще, как есть такое, да, расслуженное мнение? Человек стоит столько, во сколько он оценивает себя сам. Наше руководство оценило нас, ну, знаете как, до уровня состояния какой-то торга на рынке, понимаете, то есть какого-то предмета, который ты торгуешь на рынке. Я хочу сказать, у меня конкретная претензия к президенту страны. Вы послушайте, это что такое, слушайте, значит, элементарно, вот даже то, что свидетельством того, что происходит, да, у нас вот в стране, он подводит каждого депутата, простите, я буду говорить жестко, как телка на заклане, показывает, знакомит с послом России. Для чего? Для чего? Объясните, чтобы что мы сделали? Что надо депутатам объяснить? Объясните, что депутатам надо объяснять, что это касается твоей земли, твоей родины, твоего будущего. Это надо депутатам объяснять. Я хочу сказать, когда дипломат позволяет себе и говорит о том, что это сегодня первый этап Питсунда. Понимаете, у абхазцев есть хорошая пословица, вот я ее говорила, я скажу ее на абхазском, Ачахаши Ападурюхот, да, вот что должны говорить мы, говорят другие нам. То есть нам говорят о лакмусовой бумажке. А какой лакмусовой бумажке может идти речь? Когда мы должны поставить лакмусную бумажку, это тот индикатор, который будет оценивать развитие нашей страны на будущее. Это то, о чем говорит Гурам Джотович, и большое уважение к нему просто это идея нашего ну я не знаю, ну не создания, нет, мы уже создались давно, мы выиграли войну, мы живем 30 лет. Это сохранение нас, понимаете, как государства, как суверенного государства. Еще один момент. Я хочу сказать президенту, вот, знаете, есть такое понятие нерукопожатость. Я его употребляла когда-то в парламенте, у меня есть там коллеги некоторые, которые многое не рукопожат. Я хочу сказать, он думая, что если мы отдадим Питсунду, а вслед за Питсундой продадим все, что мы имеем, он будет рукопожат. Да не уважают таких людей. И никогда эти люди не будут рукопожаты. Никогда. Надо, как сказал Гурам Джотович, надо уметь, на которые, на интересы, на национальные интересы, которые нам интересны, которые будут способствовать нашему развитию, говорить, да? А то, что не способствует нашему развитию, который наносит ущерб нашим национальным интересам, надо говорить нет. И говорить нет четко. Вы думаете, Владиславу Григорию Чарльзу было бы легко не подавать руку Шевернадзе. Но он сумел как-то это сделать. Слушайте, надо быть, мы маленькое, небольшое государство, но надо быть государством с лицом. Простите, пожалуйста, а не надо кланяться на все, что нам говорят, говорить да. Послушайте, я вам скажу больше, когда я еще буду быть на своем депутатом, сейчас я, наверное, уже долго говорю, быть на своем депутатом, когда мы общались по концепции стратегии национального развития, когда он сказал, ну предложите, давайте изменим, как хотите. Не как хотите, а как должно. Понимаете? Мы должны жить как должно. И я еще раз хочу сказать, наш президент, ему непонятно, он поэтому и торгует нашей страной так запросто и так легко. Скажу Крамалу, как всегда. Потому что он не знает боли, он за нее не переживал, он ночами за нее не спал, когда год ребята отдавали свои жизни. Он тихо, спокойно находился в Москве и отдыхал. И находился больше, чем я уверена в ресторане каком-нибудь на тот момент, в чем я неуверенном сидел. Слушайте, я хочу сказать, у меня лично, как у женщины, как у матери, у меня нет другой страны. У меня некуда, когда он все продаст, мне некуда ехать. И поверьте мне, с моей пенсии, которую я буду получать через год, я и не куплю ничего себе. У меня еще один вопрос. У меня вопрос к СГБ. К Роберту Киу, председателю службы госбезопасности. Какую безопасность он несет в моей стране? Он подменяет понятие службы государственной безопасности службы государственной службы охраны. На службе государственной охраны работает хороший молодой человек, достаточно достойный и хорошо выполняет свою работу. Я не могу понять, что у нас к президенту представлены все службы МВД, СГБ, ГСО. Так сколько служб надо охранять нашего президента? Скажите мне, а для чего его охранять, если завтра он просто стоит как на рынке, петрушкой нами торгует? Это надо охранять? Я хочу обратиться к сотрудникам службы госбезопасности. Вы такое хотите охранять? Вы такое хотите сохранить своим детям, да? Прошу прощения, уже эмоции вошли. Просто это болит. Это правда болит. У нас дети растут. Я еще раз повторюсь, дети Аслана Георгиевича здесь жить не будут. Ну, не считая зять, может быть. Ну, будем говорить все, что есть, слушайте. Но! Не надо. Нет, иногда надо. Я хочу, чтобы мы понимали, что наши дети и то, что говорит Гурам Чотович, простите, здесь у меня, это не оппозиционный мой взгляд, это мой взгляд всегда был такой. Он всегда был у меня таким. И Аслан Георгиевич точно это знает, потому что мы сидели с ним рядом, когда были депутатами, коллегами. Я хочу сказать, нам надо объединиться, нам надо провести собрание, как говорит Льва, мы должны вместе определить вот как раз-таки те мысли, идеи, которые говорит Гурам Чотович, определить цели и задачи нашего государства. Вы представляете, 30 лет после войны мы только сейчас опять стоим на пороге определения каких-то целей. Ну, не стыдно нам? Простите меня за эмоциональность. Да. Вы общаетесь с кем-то из коллег из нынешнего созыва. Вы понимаете приблизительно какие настроения в парламенте? Понятно, они сейчас в отпуске, мы все ждем, они выйдут, это первый вопрос, который они не просматривают. И вот какое у вас представление о том, как депутаты могут проголосовать? Вот я могу сказать одну вещь. Я общаюсь с коллегами, ну, в основном из своего старого созыва, шестого созыва. Один из коллег мне сказал, что случилось, ну, давайте подарим Пицунду, ну, что в этом такого? Я сказал, тебе это по наследству от папы досталось, что ты хочешь дарить? Подари свое имение, усадьбу, подари, вот то, что ты чем обладаешь, подари. Но есть и такие, которые считают, что они не будут голосовать. Но видите как, я не знаю, что происходит, какие-то вот, знаете, с людьми происходят метамо-фозы, вот это, знаете, доступность к благосостоянию, к благополучию, к каким-то должностям, к каким-то таким, знаете, моментам, коврышкам, ну, не хотят люди с этим расставаться, поэтому им все равно, они проголосуют. Вот что самое страшное. То есть, как-то, видимо, так, ну, определенная часть, я знаю, точно не будет голосовать, но их не большинство. Почему мы сегодня все это и делаем, все эти наши выступления, движения, собрания, для чего? Потому что вероятность того, что большинство парламента может ратифицировать это соглашение, и во избежание этого мы стараемся как-то сыграть, ну, упреждающие какие-то сделать действия, чтобы донести до людей, что, как все говорят, ящик Пандоры, красная линия, да как угодно это назовите, это правда, это истина. Меня просто удивляет, что некоторые этого понять не могут. Спасибо. Спасибо, Наталья Викторовна. Алхас Эли. Алхас Эли. Алхас Эли. Если можно, да. Наташа, это в том смысле. Хотели допомнить или вот такой концепт, говорил, Горан Джотович, что должно быть из пункта. Может, у вас есть какие-то предложения, что могло бы стать нашей национальной идеей? Предложения всегда есть. Это в том числе, в моем времени. Да, мы... Мы, конечно же, сперла еще идеи. Мы хотим сгенерировать все эти идеи. Извини, пожалуйста. Да, ради бога. Здравствуйте. Все. Возможно, если мы пойдем этой дорогой, которую мы сегодня свернули, как название голливудского фильма, похоже, что это название «Поворот не туда», тогда не придется вообще никакие идеи предлагать, потому что нам в головы вложат уже готовые программы, приготовленные не нами, судя по всему. Похоже на то. Поэтому мы, собственно, все здесь и сидим. Вот старший человек сидит, и не он один в нашем обществе. Прекрасно помнят 30-летней давности события, например, в филармонии происходившие, в этом парке происходившие, на площади. все забыли подоплеку, может быть, тех событий. Тогда здесь властвовали другие люди, другие были проблемы, но, оказывается, проблемы чем-то оказываются общие с сегодняшними. Поэтому лично мне вообще неинтересно, так по-человечески буду говорить, вообще неинтересно, кто сидит сегодня у нас в кресле, окруженный министрами, депутатами, вообще плевать на них. Главное, что происходит. Если фактически официально презентуют скорейшее снятие запрета, вот пример конкретный, на торговлю недвижимостью, жилой недвижимостью, если абхазские деятели, я здесь специально намеренно отграничу именно абхазцев от всех других, от других национальностей, потому что мы локомотив, ведущий политику этого государства, как бы давайте назовем вещи своими именами, нам уже и это даже страшно стало называть своими именами, если это решение приводит к изменению национального состава республики, но за сто лет это уже говорил и повторю сегодня, это уже с нами было не один раз, один раз это закончилось Махаджирском, потом это закончилось войной, кто-то забыл в 20-х годах, когда здесь огнем и мечом прошли наши восточные соседи, как это было во времена культурной такой экспансии, так назовем, все забыли груз переселен, стройте, откройте глаза, при чем тут политические наши дрязги, лязги, непонятно за что, за какие ресурсы, вообще не важно, и вообще я бы сейчас обращался, я бы убрал слово оппозиционные, властные, плевать на это разделение, я обращался бы, я обращаюсь ко всем нашим, в первую очередь старшим людям, кто это все пережил, шабау, какая разница, в какой ты состоишь, организация, если у нас закладывается уже сегодня нашими неуклюжими действия, закладывается основа для будущих конфликтов, о чем дальше говорить, что предложить, вы спросили, ну ту же Питсунду, Советского Союза нет, Горбачев вчера скончался, последний его президент, а вот номенклатурное обеспечение от Советского Союза такое сладкое, почему-то осталось, почему мы должны выделять заповедные части, какие-то лакомые куски земель, гор, пароходов и так далее, по вот этому советскому признаку, мы же демократ, мы сами все против, если демократическое, оно для всех, вот вам предложение, оно прошло незамеченным, детский лагерь, я не просто так о нем говорил, я не сам из-за детей переживающих, очевидно, хорошо, не хотите детский лагерь, возьмите лучшую часть, Пицунды, отдайте Пицунцам, пусть они сами решат, что с ней сделать, 10-20 гектаров, кто-нибудь видел площадь сверху, очень приличная площадь, очень прекрасно можно защитить любого там отдыхающего уже чиновника, высокопоставленного, отдайте городу, сделайте променад, сделайте парк и так далее, улучшите условия жизни Пицунцев в первую очередь, если о предложениях говорить, если взять 186 гектаров, там не все с землей, конечно, вы знаете, сколько это по шесть соток участков, 3000 участков, кстати говоря, такое интересное сравнение, я еще мог бы посчитать, просто сейчас дословно не знаю, еще площадь Ибги могу добавить, сколько это участков, еще площадь чернореческого хозяйства, того, 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 тут уже чуть ли не презентовали 16 или сколько-то там обязательных пунктиков, которые надо решить. Друзья мои, здесь вообще речь не идет про оппозицию и кто в прессе, слушайте, это касается уже нечто большего, это для нас, это судьба нашего народа, извините за пафос, но этот пафос нам бумерангом пролетает раз за разом, решается то, что будет с нами завтра, боюсь, что это будет последний поворот не туда, как бы мы там не хорохорились и не старались какие-то штрихи к созданному государству, конструкция вроде стоит, а места нам для развития в нем оказалось нет, скоро места не будет и в физическом смысле слова, я специально такие краски нагоняю, я не считаю, я вообще считаю непозволительным, чтобы кто-то нам говорил в 22 веке, когда у нас за плечами столько всего сложившегося, кто-то вообще позволил себе мысль прививать нашему народу, что мы на что-то не способны, мы способны на все, мы все можем, и самое главное, на что мы пока не способны, заставить самих себя в это поверить, как выяснилось, мы все можем и создать прекрасные условия и размножаться и строить и сохранять свою культуру и язык, наверное, люди не понимают, значит, получается, зачем сохранять культуру и язык, не для того, чтобы с тщеславием там и в Черкесске пройти по набережной в день флага национального, для того, ты должен быть абхазцем ментально, языковым, я это на русском говорю, извините, чтобы юридически соответствовать, сегодня такой век у нас юридически, соответствовать владению этой территории, придут и отнимут, даже имени не спросят, если ты владеешь этой территорией в полном масштабе, осознанно, с заботой о ней, ты только тогда сможешь понимать, как ее развивать, кто решил, кто сказал, что нам нужны в наших священных горах, на каждом холмике, курорты и так далее, кто это решил, в связи с какой концепцией, кто, ну хоть назовите, кто этот гений, если это сочинские олигархи, местечковые, московские, и же с ними, ну объясните нам, мы будем знать, как им объяснить, мы же это говорим, я лично за свои слова отвечу, я это не говорю, в пику Слану Георгиевичу и повторюсь, мне вообще не важно, кто там сидит, мы вам поможем, может вам трудно с ними общаться, может вам страшно с ними общаться, для этого существовала всегда такая смешная формула, плохой хороший полицейский, хороший президент, плохой парламент, не получится, все в одну кучу чиновники противопоставиться, потом народ, когда, ну никого не станет, очередной политический кризис, чем у нас обычно заканчивается, ну всем же, наверное, надоело, мы это говорим, хотим предложить помощь, если кризис идей, позовите, рядом встань, мы не для кого-то это делаем, для нас, для всех, чтобы те, кто стоят и поддерживает сторону власти, это что чужие люди, что абсачами, это все наша семья, мы не имеем права делить себя на властных и на оппозиционных, давайте разделим по-другому, на людей, которые видят коммерческое будущее, только Абхазии, и те, которые видят, стоят, вернее, на пути сохранения и развития национального государства, суверенного, пойдем по-коммерчески, останемся ни с чем, как видим, либерально-экономическая, такая повестка приводит к потере территории уже, для нас, гектар земли, это территория, это не Сибирь, это не Китай, не Америка, для нас это имеет значение, Абхаза Надеж, скажите, ну вот, как мы видели из публикации в нужной газете, пока что посольство не опровергало, я не знаю, сколько там точно отсутствует, но открытым текстом нам говорят, что если не пройдет, то идет военная база, отменится инвест-программа, я вас прошу, слушайте, мы обвешаны с ног до головы ярлыками прогрузинскими, проамериканскими, НПОшными, антинародными, я тогда сравню, слушайте, грузины тоже нам ставили условия, забыл кто-то что ли, и что мы пошли на их условия, что вы боитесь, вы идите, главное, свой путь, знайте, чего вы хотите в первую очередь, оставьте этого посла, в покое судьбе, он не обязан ваши интересы соблюдать, он соблюдает интересы своей страны, совершенно логично себя ведет, требует то, что ему, видимо, там поручили требовать и так далее, мне это вообще не интересно, мне интересно, что наши хотят в ответ сказать, что вы боитесь, уж ли вы сидя Сухуми, чего боитесь, каждый исправитель, у него за спиной стоит абхазский народ, пусть поймут наконец, да, мы такие злые, злобные, желчные, разделенные, но когда надо, мы все встанем за спиной, сделать то, что мы все ждем от тебя, скажи хотя бы эти слова правильные, понятные всем, абхазцам в первую очередь, повторю, не стесняюсь этого сказать, когда мы успокоимся, все нации в этой небольшой стране успокоятся, мы же себе и им не даем спокойно жить в первую очередь, нам надо успокоиться, не важно, какие масштабы нашей страны и кто нам противостоит в этот раз, вообще не важно, принцип самоуважения главный, мы обязаны сохранить то, что дошло до нас и это передать дальше, похоже, дальше скоро будет некому передавать, мы боимся разговаривать о возвращении своего народа домой, мы боимся разговаривать о демографии, какие-то там копейки бросаем в эти общие какие-то фонды, ну разве это дело, пусть задачу не можем сформулировать, для меня задача понятная, хочу, чтобы здесь жило 500 тысяч абхазцев к 50-му году, да посмейтесь надо мной, раскритикуйте, ну вы хоть сдвиньтесь что-нибудь делать в этом направлении. Спасибо, предоставь слово нашему Дмитрию. Сегодня день эмоциональных выступлений для нас из-за в мире. Мехи. Сушилы, как же он? Нет, мы сушим, шалов, я хаги, у ягл бездорожен. Взерашим из-за пресс-конференции Аллаху-заги, яхзэдзави-жуа, хава-жулар, и хара-дзаги, сэк-улатша, саби пара, ядзанакуа, и расшлашави-бага, жасым ухозгуйяна, вэду, яхзэдзави-гэ, тагылазаащи, сэнаги, мариядзамыз, яхэгэй, уадаю, у бри, нэн холан, бри, тважарапу, ажлэрэ, чо, ян сахава, хаталла, сэрай, сэк-улатшо, саби пар, ядзанакуа, хаапсейта, хагук ахайта, брамга, рахаму, панарху, у бри, хаталла, сахаларцтахдзам, мизбанзар, хаапсаргаладззам, макяна хаза, абсазгэхадзам, абсадгэл, ххчэна, и курхана, хтэсдулк, хрэлтзна, хазэйбшээйн, аргыларахачук, уээ, процесс хрэпшэдзам, макяна, ахчараги, аргылараги, хапсэта, нээцэ, нээсэ, бэйпарапаги, шзаладача, зэкэнашэ, бисква, нэрапсэта, ахчараги, аргылыл, бэй, харгыллэй , в significат зо персэссу в паха, ергэланхэдзэ гамамгазы, гsubэзэ, в синат ах каа әатхвb, бэчэхээхгатхвб, бэйус халатзам, хам philosoph nach мы сэмхэy пуршная, хахуа хз burnerз opportunа, хайна ясха, хпэнджэр кратыхаам, хаха, ххээхэк, хайна дэхкэама, а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...